К переезду Наталья готовится с особыми чувствами. Собственную квартиру она ждала почти 20 лет. Все это время ютилась в крохотной комнате в общежитии. На 12 квадратных метрах и спальня, и гостиная, и даже столовая. Кухню и санузел приходилось делить с соседями. Но даже такому уголку девушка была рада. Сюда Наталья переехала из детского дома. Рядом не было ни родителей, ни близких. Это уже после. Несколько лет спустя встретила будущего мужа. Но собственное жилье все равно оставалось несбыточной мечтой. Я давно хотела себе квартиру. И вот получилось, что, может, от того, что получилось, что большинство сиротам помогало. Ну, своим же помогало собирать документы своим всем. И от того, что, наверное, то, что я им помогала, и мне это тоже досталось. Не досталось, а положено по закону жилье всем детям-сиротам и тем, кто остался без попечения родителей. Нужно лишь собрать документы и встать в очередь. В преддверии Нового года заветные ключи от новых квартир лично вручает Вениамин Кондратьев 35 краснодарцам. Жить будут они по соседству. За счет краевого и федерального бюджетов для них специально построили дома. По такой схеме программа на Кубани работает уже больше трех лет. И за это время квадратными метрами обзавелись почти пять тысяч детей-сирот. Продолжат помогать им и в следующем году, заверяет глава региона. Как бы сложно ни было и с бюджетом, и с деньгами, мы не останавливаем программу. Мы строим это жилье. Поверьте, строим и будем строить. Потому что у вас должна быть эта крыша. У вас должен быть этот очаг, который будет теплиться и всегда вас ждать. В числе новоселов в этом году семья Марины Шултовой. Свою квартиру девушка ждала четыре года. Сначала жила вместе с бабушкой, а после замужества переехала к родителям супруга. Теперь эмоции переполняет, что даже слов не находится. Волнение, переживание. А так все хорошо. Когда есть своя квартира, можно и гостей принимать, озвучивает Марина еще одну мечту. Исполняется она практически сразу. В квартиру к Шултовым заглядывает губернатор, чтобы поздравить с новосельем. Знакомство продолжают за чашкой чая. Рассказывают, жить тут будут большой дружной семьей. Мы семь. Пошел первый класс у нас в этом году. Сарапошинская первая. Это полтора вчера исполнилось. В школу и детский сад. Малыши пока ходят в станице Старокурсунской. По-прежнему место жительства. Но в скором времени все это будет в шаговой доступности. Уже сегодня глава региона и глава города говорят о перспективах развития поселка. К этим красивым домам нужны, конечно, школы и детсады. И вот сегодня важно, мы проговорили, и в следующий год, конечно, не попадаем, но в 18-й здесь будет комплексное решение по строительству и школы, и детского сада. Тогда жизнь будет полноценной. Она будет на самом деле жизнью, а не просто квадратными метрами. Немаловажна еще и транспортная инфраструктура. То есть на сегодняшний день существуют определенные вопросы и трудности. И, конечно же, и вопросы с транспортом, автобусами, маршрутками надо будет решать. И мы это в ближайшее время все активизируем и непосредственно реализуем. Пока власти решают вопросы с инфраструктурой, новоселы озадачены обустройством своих квадратных метров. После комнаты в общежитии места здесь кажется так много, что Наталья вместе с супругом даже не сразу находит, чем его можно занять. Я сюда хотел аквариуму большую. Отсюда сделаю, как раз и так. С новой квартирой у молодой семьи появились и новые надежды. Для своих будущих детей создать домашний уют и тепло. То, чего у них раньше никогда не было. Мария Крошина, Элина Касабова, Денис Перц, Денис Мскаленко, Алексей Комаров. Кубань-24, Краснодар.